всем привет вы на канале паутинка книг меня зовут валентина сегодня хочу показать как я вышиваю такую розочку с листочками для украшения вязаного полотна для украшения изделия все достаточно просто нам понадобится немного терпения и вот такой красивый результат нас ожидает я вышиваю обычной пряжей вот сейчас на данный момент это хлопок обычный мистеризованный не мулине но также можно и мулине вышивать это кому как нравится сейчас я вот вышиваю хлопковой пряжей иногда вышиваю пряжей потолще так для начала мы вводим с изнанки в одну стеночку петельки вот в полотно именно не между петельками потому что вытащится просто ниточка и все вот у меня сейчас двойная нить я ввожу в полотно теперь мне нужно сделать опять вот таких вот стежочков смотрите сами длину от их длины будет зависеть величина цветочка протягиваю на изнанку теперь снова выхожу вот сюда вот в серединку откуда я сейчас вытаскивала ниточку вот здесь мы не затягиваем у нас должен быть такой стежок хороший нам нужно вместить вот пять стежков и так вот по кругу поэтому примерно осмотреть их расстояние опять вытаскиваем серединку управляем эти стежочки чтобы у нас были не затянуты два сделала делаю третий на изнанку снова выхожу вот сюда вот в середину откуда в центр цветочка центр этих стисков проверяйте на изнанке чтобы ниточка до конца вышла еще один стежок опять выхожу иголочка в центр и и последний стежок делаю вот так получилось как лучики в разные стороны теперь снова выхожу в центр и уже начинаю вышивать цветочек поправим здесь сейчас вот эти стежки чтобы они были не затянуты чтобы цветочек у нас равномерно и без проблем красивый получился теперь заходим под стежок второй пропускаем вот под один зашли второй пропустили зашли под третий полотно не захватывайте просто под ниточку под стежок вот этот пропускаем поверха его идем под вот этот заходим под низ так как у нас их нечетное количество поэтому они у нас будут теперь меняться тот который мы проходили под низом теперь будет проходить наверх вот мы этот пропускаем теперь вот этот проходим под низом который в прошлый раз у нас был ниточка наверху теперь один пропускаем и под низом следите за этим и всегда под стежком мы проходим через одну ниточку по кругу прошиваем полностью пока все стежки у нас не заполнятся и не образуется цветочек вот у нас уже получилось розочка стежки уже полностью заполнились теперь я увожу иглу наизнанку и здесь ниточку закрепляю рядом ниточку просто провожу делаю вот так два оборота вытаскиваю иглу хорошенько узелок затягиваю как обычно мы делаем при шитье и теперь ухожу внутрь вот этого цветка иголочкой вот так и вытягиваю ниточку это для того чтобы вот эту нитку спрятать сразу все здесь я ее обрезаю прям возле полотна она у нас уже никуда не вылезет вот такая изнанка получается теперь теперь мы берем зеленую нить будем вышивать лепестки тоже захожу с изнанки где-то прям вот возле возле самого цветочка основания его также захожу в само полотно не не вот в эти отверстия в петельках вытягиваю ниточку рядышком прям сюда же через миллиметр два захожу иголочкой вытягиваю на уровне нашего листика и вот где-то на расстоянии иголочку вывожу с изнанки на лицевую сторону опять же входя само полотно и вот эту вот петелечку которую мы не до конца прошили надеваем на иглу все вытянули и здесь вот чуть-чуть немножко на миллиметрик подальше ниточку вытаскиваю на изнанку вот у нас получился листик рядом прошиваю еще один такой листик ну или если хотите то можете сделать его всего один сильно не затягиваем для того чтобы не стянулась на полотне вышивка ну и не делаем так чтобы нитки болтались все вот вышила два листика если мне нужно листь к примеру вот здесь на противоположной стороне еще вышить я прохожу на изнанку и вот чтобы ниточку не обрезать я вот здесь вот немножко по петельки также ухожу внутри цветка иголочкой вот перешла на эту сторону и здесь уже вышиваю еще один листик точно таким же образом точно таким же образом все наши листики готовы здесь с изнанки также закрепляю ниточку накрутив два раза затягиваю узелок и этот узелочек тоже увожу в полотно туда же до самого этого цветочка и ниточку обрезаю и она у нас уже не вылезет вот такой вот цветочек красивый у нас получился с лепестками вот так просто и легко можно украсить свое изделие красивой вышивкой и вышивку можно расположить на изделии как угодно и где угодно если данный мастер-класс был вам полезен то поставьте лайк подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны нажимайте колокольчик для того чтобы не пропустить новые видео также подписывайтесь на мой инстаграм всем приятного вязания и и и и и и и и